Добрый день! Сегодня 27 сентября 2022 год. С вами Ужакин Игорь и тема видеоролика один из видов зимовки в ульях ППУ и ППС по принципу американского потолка, который в свое время предлагался для зимовки в многокорпусных ульях из дерева. Принцип вентиляции, который предлагался, это сверху многокорпусного улья стояло потолочно, сделанное из дерева, и посередине потолочно сверлилось отверстие 40 мм. Улей Биненхаус и Лысонь комплектуются потолочными, из которых легко сделать прототип вот этого американского потолка. То есть что я сделал? Я вытащил вентиляционную сетку, вытащил заглушку штатную и из пенополистирола вырезал вот такой вкладыш с отверстием 40 мм. То есть из обычного листа пенополистирола 20-ки вот ножом простым вырезал вот такую новую заглушку отверстие 40 мм. Вот. В американских потолках, как бы потолочинах, именно 40 мм указывалось размер отверстия. Хотя были варианты и с большими размерами посечения, но пенополистирол этот легко грызется пчелами. И если нужно, они его могут и воском, и прополисом заделать. То есть всё на стадии эксперимента опять. Это отверстие так и остаётся на зиму. На морозы планирую ложить сетку на него. То есть вот эту, которая в комплекте идёт, сеточка пластиковая, сверху ложить. И сверху подушку, это когда морозы. И во второй половине зимовки уже вот это вентиляционное отверстие открывается. Открыто отверстие в крыше. С двух сторон. То есть вот такие четыре вентиляционные отверстия. И пчёлы могут как вылететь, вылетать, так и, если, допустим, им надо, так и осуществляется вентиляция. То есть влажный воздух уходит вот через это отверстие и через вентиляционное на улицу. Вот принцип такой. Детали, конечно, надо подбирать под свои условия. То есть пробовать различные варианты. Но я вот планирую пустить в эксперименте несколько семей по такому принципу. Снять видеоролики и показать. И, в принципе, пчеловоды сами увидят, стоит игра свечи или нет. Вот. Литок при такой вентиляции, нижний будет полностью закрыт. И верхний литок будет открыт на зиму на проход одной пчелы. Вот таким образом. Вот. То есть вся вентиляция практически будет осуществляться вот через этот вентиляционный отверстие 40 миллиметров. Дополнительно экспериментировать. Можно еще вот эти заглушки открывать, да, когда подушку кладешь. Для того, чтобы тепло было сверху, а влага в подушку уходила. То есть тут варианты разные. Что, как себя покажет, пока я не знаю. Но вот я просто объясняю принцип. Если кто-то хочет попробовать, то можно, допустим, или из дерева вот такую схему сделать, или приобрести, допустим, потолочную у Биненхаус или у Лысонь. У Биненхаус есть и на 12 рамок потолочины. Вот такие же. И на 12-рамочные улей, на 10-рамочные, на 6-рамочные, на 8-рамочные. Вот. То есть можно просто заказать потолочину и на улей из дерева или на улей другого производителя поставить, чтобы вот такой принцип вентиляции попробовать. Вот. Но это вот я просит рассказать о той методике, по которой я планирую зимовать. И я вот решил так вкратце по разным вариантам то, что я хочу попробовать пройти. Вот. То есть вот вкратце я рассказал принцип, который был использован в американской потолочине. Их пчеловоды между собой так называли американский потолок. Что дополнительно? Дополнительно вот использование потолочное удобно тем, что в любое время можно зимой дать подкормку сироп. То есть вот эта банка, она не планируется, я не планирую ее на зиму убирать, она так пустая и будет стоять. Вот. Если банку приподнимаю и вижу, что клуб рядом с банкой уже, то литровую банку ставлю сироп. Я в том году пробовал, снимал видеоролики, показывал, как я кормил, результаты подкормки. Вот. То есть это, в принципе, все уже проверено. Единственное, конечно, подкормку желательно раньше второй половины января не давать. По возможности. Если уж пчеловод вообще не смог подготовить пчелы пустой улей, то, в принципе, Кашковский рекомендует каждый месяц по два литра сиропа давать. Вот. Ну, вот я говорю, удобно то, что и в любое время можно подкормить. Вот. Вот. Еще время до зимовки есть. Вкладыш я поставил. Посмотрю, что пчелы с этим вкладышем делать будут. Будут ли стараться его загородить чем-то или не будут. Все будет видно и понятно. Спасибо за внимание. продолжение.